Верхний слой всего 130 мм. Экономия до 50% на бетоне и арматуре. Подробно вся технология в этом ролике. И считаем реальные расходы на этот фундамент. Начали строительство современного одноэтажного дома на этом участке с интересной архитектурой. Сразу выполняем прифундаментный дренаж. Он отводит грунтовые дождевые талые воды в каналы. Также есть водоподготовка. В основание укладываем канализационную систему. Она обязательно проверяется перед засыпкой, нивелером по проектным отметкам. Мы уже выполнили полностью подготовку, армирование и готовимся к заливке фундамента. К сожалению, на момент, когда мы формировали песчаные основания, меня не было. Но у нас есть ролики, где все эти процессы у нас описаны. Ссылочка будет в описании. Фундамент перевернутой чаши с низким расходом бетона и арматуры. Верхний слой всего 130 мм. И армирование 12-й арматуры ячейка 200 на 200. Усиление делаем только вдоль балки. И здесь уже шаг 100 мм. Ширина балки составляет 400 мм. А высота 600 мм. Она задана именно этим проектом. Здесь размещаются газобетон, утеплитель и кирпич. Все вместе 600 мм. Армирование балки состоит из 16-й арматуры. Всего их 8 хлыстов. Распределены они по периметру хомута. Хомут вяжем из 8-й арматуры. Все эти параметры арматуры, которые я сейчас сказал, в теле фундамента и в балках, зависят от длины ширины фундамента, а также от этажности дома. И из чего он построен. Этот дом в длину 26 метров. Максимальная ширина 15, высота 8. Строение достаточно крупное. Гаражик просто крохотный по сравнению с этим домом. Армирование балочки уже 12-е. А поле само мы тоже сделали 12-е, но можно было 10. Так как здесь преобладает везде 12-я арматура, мы пренебрегли этим расходом. В основание фундамента кладем профилированную мембрану. Это надежная гидроизоляция во время армирования и заливки фундамента. Ведь пленку вы можете повредить любым предметом. И также не переживайте во время эксплуатации дома. Балки в теле фундамента берут на себя основную нагрузку. Именно поэтому мы их располагаем по несущим стенам. И большая толщина здесь не нужна. Именно поэтому основное тело фундамента 130 мм. Таким образом, этот фундамент является самым экономичным. Потому что расход бетонной арматуры меньше до 50%. Можете и сами это посчитать. А также он является и самым надежным. За счет гидроизоляции, за счет балочной системы. Потому что балочная система будет всегда прочнее и жестче, чем монолитная плита. Также этот фундамент совсем не надо утеплять. За счет песчаного основания. Мы не утепляем отмазку, мы не утепляем цоколь и не утепляем балку. Утепление будет только в устройстве теплых полов, теплого контура. И больше нигде. Я уже не раз объяснял, почему мы не утепляем цоколь, отмазку и сам фундамент. И не выбрасываем на это деньги. То, что сам фундамент не участвует в теплом контуре. А тепло остается внутри стен и устройство теплых полов, которые лежат на самом фундаменте. Сам фундамент всегда холодный. Это нас никак не беспокоит. Потому что песчаное основание является непучинистым. И по этой же причине, так как фундамент находится в холодном контуре, нам не нужно делать нигде терморазрыв. Ни на террасе, ни на крыльце, ни на каких других сооружениях. Фундамент под террасу мы делаем балками. Это очень удобно и экономично. Далее пошли лаги и террасная доска на выбор. И весь мусор и влага, она попадает в песок. И никак не вредит бетонному основанию. А если вы будете лить здесь плиту, у вас будут проблемы. Давайте обсудим два основных фундамента, которые используются на российском рынке. Это обычная монолитная плита и УШП. Обычная монолитная плита проигрывает сразу по всем статьям. Я даже не вижу смысла это обсуждать. Потому что больше расход, меньше прочность и дороже цена. Далее идет фундамент УШП. Я частенько в роликах прикалываюсь над этим фундаментом. Сейчас буду говорить серьезно, чтобы не было какой-то недосказанности или недопонимания. Фундамент УШП не ремонтопригоден. Также во время строительства теплого контура вы ничего не можете изменить. Это и есть производная первой причины. Также этот фундамент очень узконаправлен. Вы не можете строить большие дома. Дома с бассейнами, дома с паркингами и цоколями. Зачем нужна технология, если она не универсальна? И также фундамент УШП очень дорогой. Эта технология намного дешевле. Если вам недостаточно этих четырех причин, и вы все равно выбираете фундамент УШП ради бога. Лофтхаус приедет к вам и построит фундамент УШП. Как вы уже заметили, приехал бетонный насос. Значит скоро заливка. По обычаю рассказываю о расходе именно на этот фундамент. Именно сейчас я возьму общее значение бетона и арматуры и разделю на метр квадратный, чтобы получилось среднее значение. Итак, на метр квадратный этого фундамента уходит приблизительно 18 сантиметров бетона, а также 15 килограмм арматуры. При этом учтите, что длина этого фундамента 26 метров, ширина 15, а высота в коньке 8. Достаточно немаленький домик. Теперь о концепции участка этого дома. Здесь въездная группа. Заехали, и здесь вы видите фундамент под навес. Далее с этой стороны располагается гараж с хозблоком. Заехали на машине, и у вас ровно два шага до дома. И далее одноэтажный, современный стильный дом с маленьким вторым этажом. Далее огромное количество разных помещений. Здесь неудобно показывать, поэтому сделаю вставку с планировкой. А с этой стороны располагается большая терраса, которая обращена на внутреннюю часть участка. В телеоснование фундамента сразу делаем инженерную подготовку. В данном случае это канализация. Выставляем ее четко в уровень фундамента. На момент отделки вам будет удобно с ней работать. Также водоснабжение и ряд гильз. Гильзы необходимы для слаботочки, электрики, а также любых других инженерных систем. Гильзы выполнены из 110-й фановой трубы. И все они заканчиваются по краю основания на глубине 60-70 см, которые идут над дренажной системой. Также обязательно по периметру всего дома, а также гаража идет дренажная система и ливневая. И все они выходят в канаву. На этапе заливки фундамента дренажная система или ливневая выглядит просто выводом в канал. И уже на этапе благоустройства это может быть щебеночная подсыпка или бетонный лоток. Субтитры создавал DimaTorzok Два фундамента залиты. А самое главное, мы успели их залить до морозов. Уже посмотрите, везде лежит снег. И три крыльца, которые находятся сзади меня, третий вот там, мы специально отложили, потому что понимали, что не укладываемся по времени. Опалубка и армирование крыльца достаточно простая, нагрузки минимальные. Начали съемку опалубки с края фундамента или с края балки. Вот так она выглядит после снятия. Последнее крыльцо доделываем. Три тента, три пушечки и сегодня заливаем крыльца. Приступили к кладке газобетона. Выставили первый ряд и начинаем зимнее строительство. А сейчас в офис отвечать на ваши комментарии к этому фундаменту. Меньше чем за месяц два мини-ролика по этому фундаменту собрали более 700 тысяч просмотров и сотни комментариев. Изначально концовка этого ролика была совершенно другой. И я ее изменил для того, чтобы ответить на основные вопросы, которые вы задаете. Часто задаваемый вопрос, почему высота плиты 130 миллиметров. Некоторые еще добавляют, почему не 100. Отвечаю на этот вопрос. Песчаное основание трамбуется виброплитой. Десятки, а бывает и сотни килограмм. И выдержать четкий размер в песчаном основании очень сложно. И мы вынуждены делать этот перезаклад в 130 миллиметров, чтобы потом не было никаких проблем и рекламации. Еще учтите, что мы кладем мембрану. Она тоже дает свою определенную погрешность за счет пупырышков, которые там находятся. Следующий один из популярнейших вопросов это геология и грунты. Очень много вопросов, такое ощущение, что у нас полстраны геологов. И каждый из второй пишет геология, геология, геология и еще раз геология. Грунты, грунты и еще раз грунты. Значит, что по этому вопросу? На самом деле ответ крайне простой. Под нашу технологию, это основание метр песка и сверху перевернутая чаша, нам не подходит только торфяной грунт. Все остальные грунты нам подходят. При этом торфяные грунты не подходят, если они глубокого залегания, то есть больше метра. Как правило, мы, когда приезжаем на любой участок и начинаем строить, мы точно знаем, спросив у соседей, есть ли там торфы или нет. И уже исходя из этой информации, мы дальше решаем, нужна нам геология или не нужна. За всю историю работы более 20 лет геологию выполнял крайне редко. Но такие случаи были. Популярный комментарий. Наши фундаменты трещат, основания пущат и так далее. Понятно, что недалекие люди это пишут, абсолютно не разбирающиеся в строительстве. Хотя бы по той причине, что мы, медийная компания, строим десятки фундаментов каждый год. И если бы хоть где-то что-то трещало, вы бы первые, кто об этом узнали. Наша компания устроена таким образом. У нас есть свой архитектурно-проектный отдел. Это заинтересованные люди, которые работают за одну цель. Это архитекторы, конструкторы, инженеры, дизайнеры и прочие. И у нас сразу есть ряд расчетов на самые популярные размеры фундамента. Практически они закрывают все вопросы. По крайней мере, 90, наверное, 5% всех фундаментов. И поэтому, когда мы проектируем тот или иной дом, у нас, в принципе, уже все готово. Все проекты и дома строятся максимально быстро и по лучшим технологиям. Именно поэтому нас выбирают. Потому что мы реально экономим время и деньги нашим клиентам. Далее вопрос по утеплению. Мы действительно никак не утепляем фундамент. Не утепляем отмост, куцок или не делаем терморазрыв. Потому что в этом абсолютно нет необходимости. Наши фундаменты не участвуют в теплом контуре. Мы кладем утеплитель. Со стороны у нас две стены. Четыре там, неважно сколько, и кровля. То есть весь теплый контур находится над фундаментом. Фундамент утеплять не надо. Так как песчаное основание с префундаментным дренажом, оно не пущит. Соответственно, у нас нету никаких с этим проблем. В этом можно легко убедиться. Кто не верит в наши доводы, в логику, которую я вам сейчас объяснил, можно приехать на Касимово или еще на какие-то другие объекты. Их полно. Непосредственно в Касимово дом стоит третью зиму. Он никак не введен в эксплуатацию. Он построенный. Три зимы стоит. Ничего с ним не происходит. Никакого пучения. Никакого утеплителя там нет. И, соответственно, никаких трещин. Ряд вопросов было по ленте. Один из них, зачитаю вам, пишет Сергей Филиппов. Развод делайте просто ленту. А внутри обратную засыпку и полы по грунтам. Можно даже без арматуры с микрофиброй. А тут переплаты конские. Сергей Филиппов – это разные технологии, разные фундаменты и разного качества. Плита – это более прочный и качественный фундамент. И когда вы будете лить ленту, вам придется компенсировать это сечением вашей ленты. Увеличивать его. А это уже не та экономия, как вы пишете. И при этом у вас не то удобство и не то качество. Стоит ли переходить на такую технологию? Надо еще подумать. А когда вы будете формировать ваши полы, как вы пишете, то это тоже ряд неудобств. Потому что основание у вас там не готово. Нужно завозить какой-то песок, трамбовать его, заливать микрофибру, как вы пишете. А если это зима, это дополнительные проблемы. Тоже подумайте насчет этого. Опять же, повторюсь, разные технологии. Использовать их нужно оптимально. Там, где они больше всего подходят. А под загородный дом постоянного проживания, я считаю лучшим фундаментом, плита перевернутая в чашу. Вадим Тишин пишет. Это называется плита с ребрами жесткости. Кстати, зармирована она неправильно у вас. Нет краевых и пообразных элементов по всему контуру, которые воспринимают момент на краю плиты и так далее. Так навязали левой ногой, что на картинке увидели в интернете. Вадим Тишин. Наша компания сформирована таким образом. Есть технадзор, есть прорабы, есть бригады и бригадиры. И каждый этап проверяется и принимается тщательно. Если по какой-то причине вы на видео не заметили того или иного узла, это означает только лишь то, что видео делалось на том этапе, когда этого узла еще не было. Эндрюант пишет. Плохо, что без полуподвала. Это ценнейшая часть здания. На самом деле мы недавно делали один дом строили, и там был пластиковый полуподвал. Или подвал там, как хотите. Очень классная штука. К сожалению, не смог снять. Может быть, когда-нибудь доеду и сниму, если получится. И хочу еще от себя добавить, что цокольные этажи и подвалы в Санкт-Петербурге строить крайне. Невыгодно. Проще сделать рядом пристройку. У нас много очень грунтовых вод, высокий уровень и дождей. И зачастую те расходы, которые уходят на гидроизоляцию, они просто не оправданы. По стоимости. Скрытый пишет. Самый экономичный – это натяжной фундамент. Есть такая технология. Я ее видел в обзорах американских. Очень интересная. Фундамент похож на наш посечение. То есть идут балки. Верхний слой небольшой. И вместо арматуры там просто натягиваются тросы. Очень минимальный расход арматуры. Его практически нету. Только эти тросы. Но больший расход бетона, чем у нас. С удовольствием бы испытал эту технологию. Но нету знаний, нету практики. Не владеем этой технологией. Если у кого есть подобные знания, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Мы готовы к сотрудничеству. Выполнить подобный фундамент. Амир Бытымиров пишет. Добрый день. Обязательно засыпать метр песка. Можно ли меньше и сколько? Смотрите, почему мы делаем метр песка. В первую очередь это обусловлено усадкой. На метре у нас плотные грунты. Они как камень. Мы засыпаем песочек. Делаем фундамент. И сразу же строим дом. И сразу делаем отделку. Это скорость. И гарантированное качество. Ни одной трещины вы в своем доме не увидите. Второе. Это мы грамотно располагаем все инженерные сети. Они до 600 мм приблизительно. Идут вся инженерия и канализация. А дальше при фундаментный дренаж. Он где-то в сечении 300 мм. Тем самым мы отводим всю воду из-под фундамента. И у нас основание не пущет. Нам не нужно использовать утеплитель вообще в фундаменте. Много комментариев про щебень в основании. Также я очень часто его вижу на стройках. Что меня немного удивляет. И бывает, что я в роликах критикую эти основания. По каким же причинам мы не используем. Первое. Это стоимость. В Ленинградской области щебень в 2,5-3 раза дороже, чем песок. И вторая причина. Скорее всего она основная. Это то, что щебень он притягивает в воду. Вода двигается по линии наименьшего сопротивления. И по этой причине в дренаже используется щебень, чтобы собирать воду. И когда вы кладете щебень под свой дом, вы собираете туда воду. Мы сейчас находимся в нашем офисе, он же выставочный дом. Дом C-140. Это типовой дом, которым занимается профессионально наша команда, наша компания. И мы много сил и времени тратим именно на развитие этого направления. Потому что это крайне удобно. И вы когда пользуетесь уже готовыми решениями нашей компании, вы заранее минуете все проектные, сметные работы. Поиски каких-либо материалов те или иные. Плитка там, светильники и прочее. Просто приезжаете и покупаете уже готовый продукт. И максимально быстро, в короткие сроки его строите. Более подробная информация далее по ролику. Двухэтажный дом C-140 с мансардной кровлей. Умная дверь. И есть отдельный выход с внутренней части фасада на костровую зону или отдельно стоящую беседку. Одноэтажный дом M-125 с холодным чердаком. Стеклянная входная группа. Просторные гостиные и кухни. И пристроенные к ней беседки. Эти дома нашей компании строились много лет и много раз. И доведены до идеала. В комфорте, в удобстве, в дизайне. Используются лучшие технологии решения нашей компании. И максимально оптимизирована стоимость. Выбирайте тот дом, который больше вам подходит. И мы сразу вам предоставляем полную стоимость строительства. Сроки строительства. А также гарантированный результат. Потому что каждый дом вы можете посетить готовый с интерьером. А также вся проектно-сметная документация вам достается бесплатно. Ссылку на сайт с типовыми проектами нашей компании оставлю в описании. Будет она работать после новогодних праздников. А также оставлю ссылку на мини-ролики. Тоже кому интересно, посмотрите. С вами была команда Луфтхаус. Большой всем удачи. И с наступающим новым 2023 годом.